На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сыграны поединки 28-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК в гостях разгромил Щучин 10-0. Бычин на домашней арене встречалась с Брестом. Железнодорожники пошли в атаку со старта, результат не заставил себя ждать. Гомельчане открыли счет на первой минуте. На перерыв хозяева ушли, выигрывая 3-0. Во втором тайме железнодорожники забили еще три мяча, а Брещани ответили одним. После финального свистка на табло горели цифры 6-1. Хорошая игра, победа. Три очка. Мы подходим к каждой игре через призму. Плей-офф. Отнеслись с уважением к сопернику. Приложили максимум усилий, победили. Футбол это такая игра, что моменты есть и у одних, и у других ворот. Видимо, мы воспользовались своими моментами немножко удачнее. Выиграли хорошо. Надеюсь, порадовали зрителей. Есть у нас некоторые кадровые потери к этому матчу. Хочу отметить, что выкладывались на поле. Никто не относился к сопернику с пренебрежением. Но не обошлось без ошибок, к сожалению, как в любом матче. И, конечно, тренеру всегда хочется, чтобы исключили полностью ошибки. Но, как правило, этого не бывает. Мы уже в какой-то стадии подготовки к плей-оффу. Поэтому исключать ошибки нужно и дорабатывать все фрагменты. ВРЗ принимал на своей площадке Борисов 900. Вагоностроителям достаточно было и ничей, чтобы досрочно победить в регулярном чемпионате страны. Команды в каждом из таймов забили по два мяча в ворота друг друга и разошлись миром. 4-4. Следующий тур пройдет 5 мая. БЧ принимает в гостях ЦКК. ВРЗ пропускает тур. Отмечу, что за два тура до окончания регулярного чемпионата определились все восемь участников плей-офф. А ВРЗ досрочно победил в регулярном чемпионате. Завершились поединки пятого тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мозырьская славия ездила в гости к Брестскому Динамо. Матч завершился без голевой ничей. Гомель встречался в гостях с Ислачью. Гомельчане уступили хозяевам площадки со счетом 3-1. Единственный мяч у зелено-белых забил Невалда на 37-й минуте. Как отметил главный тренер Гомель Алексей Меркулов, перед игрой команда испытывала проблемы с составом, поэтому пришлось проводить тактические перестановки. Следующий тур стартует 4 мая с поединка Минского торпедо и Могилевского клуба Дня ПРО. Сначала Мозырьская славия встретится в гостях с энергетиком БГУ. Затем Гомель на домашней арене примет Витебск. Прошли поединки третьего тура чемпионата Беларуси в первой лиге. Светлогорский химик на своем поле одержал верх над Микошевичским гранитом 4-0. А в Гомеле прошло областное дерби. Локомотив принимал Речицкий спутник. На последней минуте первого тайма забил железнодорожник Сергей Бондаренко. Во второй половине матча гости не смогли реализовать голевые моменты, в отличие от хозяев. На 82-й минуте Денис Козловский установил окончательный счет игры 2-0 в пользу Локомотива. Матчи следующего тура пройдут 5 мая. Локомотив едет в гости к Бобруйской Белшине. Речицкий спутник принимает на своем поле Баранович. И Светлогорский химик отправится в Пинск на поединок с местной волной. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.